Всем привет! С вами снова Тарас и сайт prestaservice.org. На сегодняшнем уроке я хочу вам рассказать, как установить сайт Heard на PrestaShop. Будем ставить на версию 1.5. Также хочу сказать, что на версию 1.6 установка практически ничем не отличается. Переходим на сайт Heard.com, жмем большую кнопку регистрация. Мы переходим на страницу с тарифами, выбираем тариф бесплатный и жмем снова же регистрация. Вводим ваш email и пароль и нажимаем кнопочку зарегистрировать бесплатно. Далее переходим в админ панель. Здесь переходим на вкладку настройки виджета. И можно здесь настроить виджет под себя или под ваш сайт. То есть где он будет располагаться, где он будет располагаться сверху, снизу. И настроек я вам скажу очень и очень много. Я не буду рассказывать подробно о всех настройках. Их можно будет зайти, зарегистрироваться и все настройки проверить. Можно поставить автоприглашение, через сколько приглашать и так далее. Далее переходим на страницу дизайна. И здесь можно выбрать дизайн под ваш сайт. То есть видите, как много цветовых вариаций. Например, выбираем синий. Переходим в код. Вот нам представлен код, который нужно нам будет вставить на наш сайт. Теперь нам нужно подключиться к файловому менеджеру нашего сайта. Используем файловый менеджер FileZilla. Подключаемся к нашему сервису, серверу. Будем ставить на демо версию 1.5. Ищем файлы на нашем ftp менеджере. Открываем папку temps. У меня шаблон по умолчанию. И открываем папку default. Вы открываете свою папку. В папке default открываем файл header.tpl. Рекомендую использовать редактор кода Notepad++. В кодировке выбираем AACP. Потому что, чтобы подсветить код. Потом ищем в коде открывающийся тег HEAD. И потом ищем его закрытие. Как нашли, добавляем новую строчку. Возвращаемся на сайт siteheart.com. И здесь копируем код. Выделяем его весь и скопируем. Потом вставляем его. Нажимаем Ctrl S и нажимаем до файл зили. После обновления страницы сайта она станет белой. Потому что есть ошибка в коде. Точнее, Presta просто не воспринимает этот код. Для того, чтобы все было нормально, после зеленой заглушки пишем тег literal. Чтобы PrestaShop просто это дело игнорировал. И внизу тоже добавляем уже закрывающийся тег. Тоже literal. Нажимаем да, чтобы новый файл заменил старый. Обновляем страницу. Вот в принципе и код у нас добавлен на сайт. И виджет появится у нас на сайте. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Можно также задавать вопросы на самом сайте. С вами был Тарас. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите в комментариях видео, какие новые видео уроки снять. Как видите, виджет весь будет работать без каких-либо проблем. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Тарас. И сайт prestaservice.org Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok